началось утро в деревне всем привет владюнька то ел только печенье потом печенье ему надоели были только блины принес мне корзиночку которые обычно кладут печенье и мама поняла таким образом сын хочет печенью вот сейчас я ему их и сделаю и чистить зубки да мы сейчас чистим зубки открываем Вот так вот, тут мама почистит, хорошо, еще, еще давай, вот так вот, зубки, молодец, еще, еще, давай, вот как хорошо, вот такие мои зубочки, еще, а ну-ка давай, давай, смотри, что ты делаешь, вот хорошо, мои зайчики, зубки будут целенькие, да, давай, давай, ой, слой, еще, еще давай попробуем, давай, давай, а ну, нет, зубки пока чистим пастой, которая без фтора, поэтому не по возрасту, еще вот до 6 лет мы покупаем, потому что Владик пока еще не умеет сплевывать, и сколько бы мы ни тренировались, ну, пока мы еще не обладели этим навыком, вот, ни в центре, ни дома, ну, потихонечку, поэтому он просто, я чищу зубки ему, да, весь налет убираю, а сплевывать он уже не сплевывает, он просто берет водичку, запивает, и все, как бы, ну, прокладывает. Сейчас поменяла Владику программу полностью, то, как мы в центре занимаемся, я выложу на другом канале, а просто все равно, чтобы вот сегодня воскресенье, и целый день Владюнка в центре, очень много у него теперь физкультуры, и дома тоже я, вот, если это выходной целый день, мы суббота, выкресенье, то я дома тоже его уже приучаю к тому, что будем выполнять физические упражнения. Владик, конечно, не привык дома это делать, ну, ничего, потихонечку, сначала он отказывался, а потом уже даже улыбается. Попробуй еще такой способ, ну, во-первых, движение это жизнь, физкультура всегда и всем полезна, плюс у нас еще и специалист новый будет в центре по АФК, да, по адаптивной физкультуре. Да. Кто это? Да, пришел, а я рассказываю про тебя, хочешь, поскажи всем привет. Самый славный, самый славный ребенок, да, самый славный мой ребенок, да. Очень много будем уделять вниманию именно физическому развитию. Мы и до этого много внимания уделяли, но Владику я хочу прям загрузить по полной, то есть я сейчас программу переписываем для Владюнки и хочу прям нагрузить его так, чтобы он выматывался. Вот. Вредно это не будет точно, но может быть это нам поможет и когда он будет выматываться, да, скорее всего я очень надеюсь, что сон у нас тоже от этого улучшится. Ну посмотрим, если это не повлияет, страшного ничего не будет, потому что физкультура это хорошо, да, физкультура это хорошо, хорошо физкультура, ой как хорошо физкультура. Мы любим физкультуру, да, физкульт-привет, 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 вот. Так что я всем рекомендую, но не настаиваю, помните, да? Давай мне пока эти ляпушки отдай, Лидия, отдай эти ляпушки. Давай, мы пока. Все, положи. Я пока положу здесь, я тебе дам. Иди сюда, давай ручки. Ручки давай, будем приседать, давай. Приседаем. Раз, два, три, четыре. Еще давай ляпушки. Ляпушки сюда положим здесь. Еще три раза нужно подкатиться. Один, два. Садись, садись, ложки, два, три, четыре. Нормально, положись. И один, два. Один, два, три, четыре. Второй раз с тобой сегодня, да? И последний раз, пять. И назад, 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 назад. Молодец. Забирайте ляпушку. Молодец. У нас начались морозы, вот, минус 10. Потому что, не знаю, наверное, сегодня не пойдем, да, Влад? В принципе, минус 10, конечно, тоже гуляют люди. Но что-то мне не хочется. Там еще плюс был такой дождь небольшой. Весь снег, он покрылся такой корочкой. Ну, как бы, как-то что-то мне не хочется. Кстати, по поводу сна. Комментарии писали. Да, комментариев пока немного. Но, тем не менее, я отвечу на них более развернуто. Многие рекомендовали. Спасибо вам за это. Ну, не знаю, сколько приемов, да, как уложить ребеночка спать. Например, там выгрузить лампочки. Кстати, такой способ у нас работал, когда мы жили на съемной квартире. Там были действительно лампочки. Сейчас в нашем доме это невозможно. Потому что лампа у нас все встроенный потолок. Плюс ко всему потолок очень высоко в некоторых комнатах. А сами выключатели низко. Сейчас я вам покажу. Вот видите, все выключатели, они доступны. Мы так делали специально, но, в принципе, так нужно делать для деток, когда их приучаешь. Вот, чтобы каждый мог не так, как раньше, знаете, на потолке. Хотя сейчас я понимаю, что было бы удобнее. А низко. А лампы вот у нас в одной комнате. Они вот аж вот так, вот так высоко. И плюс они, видите, врезаны в потолок. То есть здесь в любом случае мы их не выкрутим. И в той комнате, где Владюня, и со мной вместе спит тоже. Здесь легко достать мне, конечно, рукой. Но я ее не сниму. Мелатонин. Причем разных фирм-производителей. Теплые ванны с солью и с мятой. Ничего это не работает. Плюс с ванной у нас у Владика пока не очень хорошие отношения. Мы быстренько моемся. И все, в последнее время они любят воду. Какие-то успокаивающие травяные капельки не работают. То есть выключить свет не работает. Колыбельные не работают. Единственное, что уже совсем... Я такой способ нашла. Хотя бы уже когда там 2-3 ночи я закрываюсь на замок. Но Владик тоже хитрый. И он показывает. То есть когда он немножечко приспускает трусики, он таким образом показывает, что он хочет в туалет. И перед тем, как закрыть комнату, я веду его в туалет. Владик пописает. Но были случаи, когда я думала, что он обманывает и хитрит таким способом, чтобы выйти из комнаты. Я один раз не открыла комнату. И ребенок... У нас произошла авария. Поэтому теперь я хоть и закрываюсь, но если Владик просится как бы вот таким жестом намекать, что ему нужно выйти, мне приходится в любом случае открывать дверь. Потому что вдруг это все-таки не ложная тревога. И поэтому вот пока я ищу, я знаю, что это ненормально, я не хочу к этому привыкать, к этому режиму. Конечно же, мы ищем способ, но пока вот все вот такие вот методы, они не работают. Но вам в любом случае спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши советы. Поэтому вы в любом случае пишите мне и, ну, может быть, какой-то способ действительно раз, вот я о нем еще не знала. И использую его. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте и ставьте лайк.